Музыка Музыка Меня очень часто спрашивают читатели и любители моих роликов, а чем я таким занимаюсь на работе, то есть с чего это стоит. Наверное, профессор коньяк пьет, да сигары курит. К несчастью – нет. Приходится выполнять самую разную работу. Если ты хочешь ее сделать хорошо, то ты должен ее сделать сам. В том числе и гистология. В данном случае я обрабатываю, делаю срезы спинного мозга гекконов, которые побывали в свое время в эксперименте в условиях невесомости. Это довольно кропотливый процесс, поскольку мне приходится делать срезы толщиной примерно в 10 микрон. Это такое волокитное занятие, требующее хорошей настройки микротома, хорошей заточенности ножа. Поэтому, когда мне какие-нибудь горе-охотники или любители пчаков начинают рассказывать о том, как ножики точатся, могу сказать одно. Вот если у меня на микротомном ноже будет полосочка, зазорчик, небольшое искривление глубиной в одну десятую микрона, это будет отлично видно. Почему? Потому что толщина среза всего 10 микрон, и любая полоска будет выглядеть как катастрофа. Это исключено. То есть надо тащить так, чтобы нож имел погрешности менее примерно 1,20 микрона. Чем я, собственно говоря, и занимался, прежде чем начать резать препараты. Ну вот сейчас я получил ленточку толщиной примерно 10 микрон. Здесь примерно срезов 20. Ну, ее буду наклеивать, вполне понятно, на стеклышки предметные. Наши срезы перенесены на стекло с водой, и сейчас будут на печке распрямляться. Печка нагрета до 46 градусов, и постепенно препараты, парафин расходятся, и препараты становятся ровненькими. И, уважаемые любители моих роликов и читатели моих книг, такое длинное вступление с гистологией, оно было необходимо для того, чтобы вы поняли, какой труд приходится вкладывать даже в маленький спинной мозг для того, чтобы понять, как он устроен. Данная работа посвящена космическим исследованиям гекконов, их реакции на невесомость, которые летали несколько лет назад. Там была очень интересная работа. Нам удалось впервые в истории описать игровое поведение у животных, у которых мозг меньше 100 миллиграмм. То есть, ну, представьте себе, насколько туманное представление о мозге приматов, если такие существа, как гекконы, обладают игровым поведением. Ну, в условиях невесомости это открылось не потому, что это там какие-то особые среда, просто там было им с чем играть. Кому интересно, тот сможет найти эти статьи. Они, благо, перепечатаны почти даже в популярных журналах почти всего мира. Но не это главное. Главное то, что спинной мозг является такой очень примитивной конструкцией. И эта примитивная конструкция хорошо известна, тщательно изучена, обладает очень небольшим количеством клеток. Кстати говоря, почему у нас с вами спинальные больные не компенсируются? Несмотря на то, что любители стволовых клеток, ну, люди, верующие в такую нелепость, они, значит, твердо уверены, что они смоделируют спинной мозг. Это показатель. Ни один спинальный больной из своей каталки не поднялся. Так что хорошо бы спросить у этих ребят, а где же ваши обещания, которые вы даете уже 20 лет? То есть попытка протезировать спинной мозг невозможна по одной простой причине, что клетки, которые могли стать источником компенсации, они, к сожалению, в эмбриональном развитии, когда мы еще такие маленькие-маленькие, они погибают в спинном мозге. Эта гибель у разных животных составляет от 75 до 85% всех нейронов. Поэтому нервных клеток немного, но зато они достаточно ярко, поскольку это в основном и чувствительные, и двигательные нейроны, реагируют на изменение условий. Собственно говоря, для этого мы исследуем последствия влияния невесомости на спинной мозг гекконов. Спинной мозг гекконов, к тому же, это очень интересный вообще объект, и не только гекконов, но и человека. То есть он обладает рядом автономных рефлексов. Ну, кто учился в советской школе или, не дай бог, в институте, то те помнят знаменитые эксперименты по спинальным лягушкам, когда лягушкам вставляли в канал позвоночника мозговой иголку и разрушали спинной мозг, а потом смотрели рефлексы, прикладывая кислоту или тыкая иголкой. Рефлексов довольно много, они развиты и очень хорошо известны еще с времен Сеченова. Дело в том, что, конечно, спинной мозг обладает некой автономностью, и хорошо бы создать хотя бы искусственный спинной мозг, то есть спинальный интеллект. Уж о более высоких формах поведения не говорю. Ну, и до этого еще очень далеко. Поэтому моделирование таких процессов, как автономная активность спинного мозга, очень важно. А можно сказать, что я на самом деле затеваю изучение спинального интеллекта. Потому что многие люди, на самом деле, ничем не занимаясь, только пересказывая чужие работы, то, в общем-то, ничем от спинного мозга, их головной, не отличается. Ну, я имею в виду популяризаторов некоторых науки. Так вот, заниматься спинальным интеллектом очень сложно. Даже его моделирование потребует очень больших усилий и, так сказать, квалификации. По этой причине мы начинаем, как бы не я один, это достаточно большая компания, начинаем подбирать специалистов, которые готовы поучаствовать в создании так называемого спинального интеллекта. Или искусственного зверяка, о котором я многократно говорил. К искусственному интеллекту это никакого отношения не имеет. И к тем подходам, которые сейчас используются для имитации этого занятия, тоже. То есть, это будет совершенно отдельное дело. Но не все могут этим заниматься, потому что здесь требуются и большие интеллектуальные усилия, и очень высокая квалификация как программистов людей. И не только программистов, но и железочников. Потому что там предстоит и материальная некая работа. Создание материальных новых объектов компьютерного происхождения. Поэтому вы можете посмотреть на подстрочник. И там внизу вы увидите адрес, по которому можно направлять свои данные. То есть, это что, куррикулиум вита, то есть, где родился, как женился, сколько раз. Чего окончил, где учился, как стал специалистом, программистом в первую очередь. Ну и чего хотелось бы делать. Ну, плюс координаты, конечно. Желательно интернет-адрес, желательно телефон и желательно скайп. Потому что предварительные беседы все будут со мной происходить по скайпу. Ну вот, если, значит, у вас есть интерес к спинальному интеллекту, то, милости прошу, может быть, вы нам и пригодитесь для этой работы. Но пока наслаждайтесь подвигами искусственного интеллекта или искусственного маразма, которым заполнены все популярные издания, связанные с этой проблемой. А мы будем заниматься чем попроще. Мне кажется, что попроще сделать будет намного сложнее, чем имитировать сложные события. Поскольку известен желаемый результат. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok